Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Темой сегодняшнего брифинга будет рецессия мировой экономики. Тем более, что сегодня у нас есть уже явное подтверждение того, что именно к такому плачевному состоянию мировая экономика и стремится, потому что сегодня мы можем говорить снова об инверсии кривой доходности. И не только в США, тема эта уже поднималась, но и в Англии. Что значит инверсия кривой доходности? Это значит то, что эти облигации торгуются с отрицательным спредом. Это значит то, что доходность долгосрочных бумаг, например, в 10-леток, она ниже, чем доходность кривой доходности, в 2-леток. Поэтому, говоря о последствиях того, что может произойти с мировой экономикой на фоне такой ситуации, это как минимум затяжной спад, который, кто знает, может и привести к серьезному, полноценному и глобальному новому финансовому экономическому кризису, которого, в принципе, не было очень давно. Это может быть пока что гипотетический риск, друзья, но настолько плохой экономической конъюнтуры в мировой экономике не было уже очень давно. Поэтому имейте это в виду. Если вас интересуют долгосрочные сделки, нужно, разумеется, делать ставку сейчас практически беспроигрышную на повышенный спрос-защиту. Это золото, франк и иена. И последние месяцы мы видим то, что эти активы действительно в колоссальном плюсе, чего стоит только одно золото, которое фактически каждую неделю переписывает многолетний на максимум. Давайте подробнее остановимся на основных инструментах. Нефтянка 5905 мы откатили после того, как бренд накануне 2 дня назад закрепился выше 60. Опять же, прошлый позитив был связан с тем, что штаты приняли решение отложить введение пошлин на китайский импорт с сентября на декабрь. Мы чуть-чуть поразвивали эту тему. Вчера на брифинге пришли к выводу, что на самом деле не все так сладко в будущем, что если введение пошлин отложено, это не значит то, что США стремится найти общий язык с Китаем и, в принципе, хочет того, чтобы между странами было подписано двустороннее торговое соглашение и хочет именно дружеских отношений между этими регионами. Я думаю, что было правильным именно то мнение, тот вывод, который мы сделали о том, что решение Трампа – это всего лишь отражение опасений лично Трампа за политические риски и за собственную карьеру в преддверии американских президентских выборов. Поэтому сейчас он предпочел не провоцировать еще больше волатильность на финансовых рынках, хотя я думаю, что тут уже самим участникам рынка решать, что будет дальше. Но он, по крайней мере, попытался смягчить обстоятельства перед рождественскими праздниками и, собственно, и отложил введение этих пошлин как раз до середины декабря. Потому что если пошлины вступят в силу как раз во второй декаде декабря, то их влияние на стоимость товаров потребительских, которые импортируются из Китая на территорию США, это влияние проявится только уже ближе к концу первого квартала. То есть Новый год и Рождество американские потребители должны встретиться с хорошим настроением. Это установка, которая взята Трампом, и, в принципе, это решение отражает эту установку. Но сам риск того, что события будут развиваться в негативном ключе, они остаются, друзья. Поэтому я не раз говорил, что нужно смириться с тем, что торговая война идет полным ходом, и сейчас она усиливается еще и валютной войной, потому что мы видим, что к очень агрессивному стимулированию перешли не один, не два регулятора, а целая куча. ФРС, Резервный банк Австралии, Резервный банк Новой Зеландии, Европейский центральный банк, Банк Индонезии, Индии, Южной Кореи, Южной Африки. Все регуляторы уже понизили процентные ставки. Это только начало. Поэтому такой подход, он также указывает на очевидные экономические проблемы. Не знаю, являются ли они следствием только лишь торгового конфликта, мне кажется, нет. Есть и системные проблемы, которые копились, накапливались, как вот снежный ком, и вот в конце концов сейчас при появлении триггера реализовались. Что касается нефтянки, почему по-прежнему я рекомендую держать короткие позиции, потому что никуда не девается риск опасения за перспективы мирового экономического роста и, соответственно, спада на сырье. К торговому конфликту мы будем возвращаться вновь и вновь со всеми вытекающими последствиями для нефтянки. Второй момент. Тревожный сигнал. Это ситуация вокруг американской экономики с инверсией его доходности, что потенциально является еще одним доказательством того, что очень скоро мировую экономику дальше будет толкать в состоянии глобальной рецессии вот проблемы американской экономики. И есть такая поговорка, что когда США чихает, вся мировая экономика растужается. Это действительно так. Может быть, как раз то, что происходит на текущий момент, отдельные регуляторы агрессивно снижают процентную ставку, в то время как ФРС только начал этот путь. Это как раз и доказывает то, что эта поговорка отрабатывается. Также вчера давление на нефть оказали данные по запасам нефти США. Запасы выросли на 1,85 миллиона. При сохранении такой тенденции у медведей будет еще и внутренненедельный фактор, на который можно зацепиться в плане снижения стоимости нефтянки. Доллар и иена, друзья, 105.88. Мы снижаемся к поддержке 105. Снова я отмечаю тот факт, что пара снижается за счет повышенного спроса на иену. Пара снижается, потому что доллар оказался под давлением. Накануне Трамп снова высказался в негативном ключе о Федрезерве, отметив, что они явно наломали дров и лишили американских производителей конкурентного преимущества. И учитывая то, что сейчас в мировой экономике есть тенденции ослабления основных мировых валют, доллар при этом тоже должен слабеть. Потому что бодрость доллара на фоне таких тенденциях нивелирует и нейтрализует положительный эффект действий политики протекционизма Трампа. И вот он постоянно настойчиво, Трамп пытается донести эту позицию до Федрезерва. Но хорошо, что ФРС все-таки поменял вектор своей политики и сейчас снижает процентные ставки. Может быть, если Трамп продолжит давить на Джерома Пауэлла, снижение ставок будет идти более динамично. Это в любом случае, друзья, давление для доллара. И еще одна причина, почему мы должны ждать пару доллар-иена ниже отметки 105. Золото на фоне роста рисков и связанных с торговым конфликтом и с перспективами мирового экономического роста растет. 1520 сейчас, цель 1550. Фонд против доллара 1.2055. Здесь мы ориентируемся на очень скорый тест, возможно, успешный, даже сразу поддержки 1.20. Есть негатив политический. Борис Джонсон вчера отметил, что ЕС не идет на уступки, несмотря на то, что вроде бы как Джонсон готов какие-то моменты обсуждать детально, но ЕС опротив вносить какие-то изменения в соглашение. Это немного нервирует Бориса Джонсона, и он, в принципе, уже вчера снова сделал намек на то, что Англия может покинуть, точнее даже покинет ЕС на условиях жесткого Брекзита. Джереми Корбин, который всем известен как лидер партии либористов, это оппозиционер Бориса Джонсона, также вчера напомнил нам, что он не согласен с курсом Джонсона, и, в принципе, его партия готова в ближайшее время провести, выдвинуть вот он недоверие. Я считаю, что если этот риск будет в ближайшее время более очевиден для Джонсона, то мы можем столкнуться с самой настоящей фундаментальной бомбой на площадках, когда Джонсон выведет Англию из состава ЕС еще до 31 октября. Поэтому, друзья, будьте бдительны и внимательны, у пары фунт-доллар очень хороший шанс оказаться ниже планки 1.20. Доллар канадец 1.3305, ждем на уровне 1.35, пока что нам в помощи снижение цен на нефть. Евро против доллара 1.1147, целая куча слабых макроэкономических отчетов, начиная от бизнес-оптимизма ранее ИФА, потом на этой неделе ЗЮ, также разбирали активность промышленного сектора Германии, вчера вышли данные по промышленному производству еврозоны, минус 2.6%, худшее значение за 10 лет, только вдумайтесь в эти цифры. ВВП Германии на отрицательной территории минус 0.1%, и, конечно же, на фоне таких слабых макроэкономических данных мы следим за последним аккордом решительности Драги, перед тем, как он уйдет в отставку в сентябре, ожидая снижение ставки на минус 0.1% до минус 0.5% и перезапуска программы количественного смягчения. Как вы думаете, как должно вести себя евро в такой ситуации? Думаю, что очевидно, что евро не может на таком фоне вырасти. Евро не укреплялось сейчас, точнее, не укреплялось два дня назад, тогда, когда был повышенный спрос на рисковые активы, учитывая то, что США решили отложить введение пошлин. Это еще одно доказательство того, что очень сильно на евро давит системный риск. Поэтому цели прежние 1.10.1.11. Австралийцы против доллара 0.67.82. Вышли данные по уровню безработицы по рынку труда несколько часов назад. Уровень безработицы, как ни старался, резервная банка Австралии остался на прежней отметке 5.2%. Цель для резервного банка Австралии 4.5%. Хотя добиться этого ориентира, нужно снизить ставку трижды в этом году, поэтому у австралийца нет шансов снова вернуться в район 0.70 и очень большие шансы оказаться на уровне 0.66-0.67. И американский фондовый рынок S&P 500, 2851 пункт. Поскольку мы говорим о рецессии американской экономики, не может на этом расти национальная фонда. Ее, скорее всего, будут и дальше сдувать. Наш ориентир и цель 2700 пунктов. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.